Сегодня у меня суточная 8-часовая смена. Сегодня вообще это день скорой помощи, так что праздник надо отметить трудовыми подвигами. Первый вызов у нас к ребенку 6 лет на боль в животе. Последние несколько смен практически только на боль в животе мы ездим. И в Питере великолепная погода, 0 плюс 1 и снег идет. Здесь у ребенка кишечная инфекция, никаких данных за хирургическую патологию нет. К моменту нашего приезда боль полностью прошла. Понос, спазмы в животе, в общем прям классический вариант. А снег так и валит. Следующий наш вызов к ребенку 8 месяцев на температуру. Ну, температуры 40, на которую вызывали, скорее всего, все-таки не было, потому что измеряли они инфракрасным градусником. Там можно вообще любые цифры увидеть. Ну, естественно, они как увидели 40, позвонили педиатру, а педиатр сказал, собственно, вызывать нас. Ну, тут все справедливо. Единственное, как бы инфракрасный градусник очень часто врет. К нашему приезду дали жаропонижающие, естественно, они в адекватной вполне себе дозировке. К нашему приезду температура была 37,9. Ребенок болеет 3-е сутки, поэтому на завтра обязательно оставили актив участкового педиатра. Завтра врачу надо будет смотреть и принимать решение о назначении антибиотика. И если температура высокая, будет еще и завтра. Следующий вызов к ребенку 2-х лет на рвоту. Здесь ребенок болеет 4-е сутки. Последние сутки ухудшение идет. Рвота до 8 раз и жидкий стул 2 раза. При этом у них есть в саду подтвержденный случай именно ротовирусной инфекции. Сегодня уже вызывали они скорую помощь, я так понимаю, 0,3 у них было, потому что у наших ничего по этому поводу не отмечено. Рассказали им все лечение, но вот не получается ребенка отпаивать, поэтому пришлось госпитализировать. И да, здесь еще такой спорный момент, а стоит ли ребенка будить для того, чтобы отпаивать? Потому что здесь, получается, ребенок у них хочет спать, они его будят, вливают ложку, ребенок снова засыпает. Лично я считаю, ну то есть вообще ситуации бывают разные, действительно там на каждый градус подъема температуры ребенок может терять какое-то определенное количество жидкости. И если обезвоживание достаточно выраженное, мы пытаемся ребенка отпаивать, то, конечно же, будить приходится. То есть в больнице, например, если хотим отпаять ребенка, надо, в общем-то, обязательно будить. Но если это легкое, ну то есть нет еще обезвоживания, да, и легкая ситуация достаточно, то пускай ребенок спит, наоборот, только, в общем-то, на пользу. Сон это хорошо, поэтому все-таки в подавляющем большинстве случаев я считаю, что ребенка при этом будить не надо. То есть, как говорится, если уснул, пускай спит до утра. С утра уже у нас прошло 4 часа, уже можно, что называется, пить по глоточкам. Ездим к ребенку 5 лет на температуру. Здесь дали адекватную дозу жаропонижающего, поэтому к нашему приезду все благополучно снизилось. К ребенку 7 лет, актив от участкового педиатра на ОРВИ температуру. Что-то там врачу не понравилось, хочет, чтобы мы приехали посмотрели. Приедем, посмотрим. Ну что ж, я на Миндалине обнаружил налеты белого цвета, такую здоровенную пробку, в общем-то, которая вполне себе и объясняет температуру 40 у ребенка. То есть, это то, что называется танзелит, или по-русски ангина, которая как раз очень часто течет именно с высокими цифрами температуры. В общем, ничего особенно интересного для нас я там не увидел, и обратно мы актив отправили врачу. Едем к ребенку 15 лет, повод к вызову задыхается. Пришел позаниматься физкультурой, и тут вспомнил, что совсем забыл отчитаться по последнему вызову. В общем, там оказалась межреберная неврология. Я уже грешным делом подумал, что зацвела береза, и начались приступы бронхиальной астмы, то есть поленоза, скажем так. Но нет, пока еще нет. Это просто межреберная неврология, отличить ее очень просто. Затрудненный вдох и выдох, точнее затруднен в том плане, что болит грудная клетка. Глубоко вдохнуть ребенку тяжело, это вызывает боль. Точно так же боль усиливается при изменении положения тела в пространстве, и даже прямо буквально руками можно это самое место, которое болит, нащупать. То есть там, где вот этот вот самый нерв межреберный ущемлен. На самом деле с дыханием это никак не связано, это, ну, радикулит, говоря по-русски. Лечится обезболиванием, и глобально нужен поход к неврологу. Едем к ребенку 5 лет на рвоту. Здесь классическая вирусная инфекция с кишечными проявлениями. Работа провоцировалась приемом жидкости, то есть неправильно отпаивали. Рассказали, как отпаивать, да, по большому счету и все, оставили актив участкового педиатра. Едем к ребенку 1 год по отрвотам. Здесь снова кишечная инфекция вирусной природы, и снова неправильно отпаивали. Рассказывали, как делать это правильно, оставили актив педиатра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!